Привет мужички и бобенки, пацанчики и девчонки! С вами Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока. Сегодня мы легонечко пробежимся по двум схемам простейшего звукового усилителя всего лишь на одном транзисторе, на одном из этих транзисторов, да? Чтобы отличать одно от другого и конкретно понять, чем же отличается все-таки усилитель на одном германиевом транзисторе от усилителя на одном кремниевом транзисторе. Я специально подобрал парочку транзисторов, которые сходны по своим характеристикам, считаются хорошими для самоделок и, конечно же, некоторые из них пользуются особой популярностью у звукоделов. Ну, конкретно вот эти. Ну, я, по крайней мере, об этом читал, и хотя иногда считаюсь звукоделом, сам я из вот таких вот транзисторов усилителя звука не делал, да, потому что он у меня всего один, и это неинтересно. В общем, так, на самом деле я уже начинал рассказ о гениальной феноменальности вот такого вот транзистора P210A, и некоторые очень сильно удивились, некоторые, конечно, сильно улыбнулись. Но сегодня мы конкретно разберем две эти простейшие схемы, чтобы сравнить, а как же оно все-таки отличается одно от другого, и зачем что делать. Конкретно мы проведем с вами реальный эксперимент, чем же отличается вот такое включение транзистора, скажем, P210A германиевого, с вот таким вот динамичком в коллекторной цепи, без всякого смещения, от классической схемы со смещением на транзисторе P702A. Как я уже сказал, подбор транзисторов осуществлялся таким образом, чтобы коэффициенты усиления у них были примерно одинаковы. И тут вам придется довериться мне, или же почитать специальную литературу, какой коэффициент усиления у транзистора P210A, и какой коэффициент усиления у транзистора P702A. Но все-таки особенности, особенности начинаются сразу при проверке этих транзисторов, когда мы хотим их поставить в схему. И тут у многих из вас может возникнуть некоторая неопределенность, проблема или удивление по части проверки именно германиевых транзисторов. Давайте эту проверочку наглядно проведем. Итак, у нас есть три транзистора, два из которых кремниевые, а один из них германиевый. Вот этот вот германиевый. И мы их должны прозондировать, протестировать на исправность. С учетом того, что в классике все эти транзисторы проводят относительно базы, но только германиевые проводят, скажем, на базу, потому как они являются своей структурой PNP. А кремниевые транзисторы проводят от базы, потому как являются структурой NPN. Ну, неважно. То есть, если мы будем прозванивать базу-эмиттер, то у нас звоночек будет. Если мы будем прозванивать плюс на базу и на коллектор, звоночек будет. То же самое здесь. Плюс на эмиттер, минус на базу звоночек будет, и минус на базу, плюс на коллектор звоночек будет. Это неинтересно. А вот пробой транзистора в прямом направлении, вот это гораздо интереснее. Если кремниевому транзистору приставить сюда плюс, ну, с помощью тестера, а сюда минус, то вы ничего не услышите и не увидите, потому как транзистор в этом направлении не проводит от слова совсем. А вот с германевым все будет как раз печально. То есть вы поставите сюда плюс, сюда минус, и ваш тестер, давайте я дам послушать, что даст ваш тестер. Если мы берем кремниевый транзистор Знаем, что у него на коллектор Это вот сюда подается плюс А на эмиттер минус Ну вот классика кремниевых транзисторов То давайте вот этот плюс У меня справа дочка беленький такой Мы подадим на коллектор А на эмиттер, который у нас к минусу Подаем минус И наш тестер ничего не говорит Ничего не изменяется При этом мы можем конечно проверить То есть есть ли проводимость у этого транзистора В ту или иную сторону Так как нам надо Вот эта проводимость появляется То есть падение напряжения на ПН-переходе Как раз и показывает нам, что эти транзисторы исправны Ну и давайте тот, который у нас будет тестироваться Впоследствии со звуком То есть тут точно так же, несмотря что я уже Так, пардон Несмотря на то, что я уже припаял Припаял сюда резистор смещения Он нам понадобится То есть вот чиселки мелькают в том же варианте Но это что касается кремниевых транзисторов А, ну да, давайте я покажу Что вот на коллектор подав плюс, а на эмиттер минус Даже у смещенного транзистора Весьма высокое сопротивление И падение напряжения на открытом транзисторе Вон там полтора милливольта Насколько я помню То есть классика кремниевых транзисторов Позволяет нам судить о том Что пока мы не добавим резистор смещения на базу Никакой проводимости не будет То есть вот мы проверяли На коллектор мы подавали плюс А на эмиттер минус И тут у нас нет проводимости совсем Потому что нет смещения А здесь есть некоторая проводимость Которая появилась благодаря вот этому резистору Что же касается германиевого транзистора Так, тут надо наоборот Плюс на эмиттер Извиняюсь, так вот плюс на эмиттер А вот здесь у нас коллектор на корпусе И мы ставим сюда минус И сразу слышим тот противный звук Что у нас проводимость практически прямая То есть падение напряжения 0,42 Это примерно как на резисторе 2,5 Ом Вот, ну резисторы сюда совать не обязательно То есть у нас вроде бы как пробитый транзистор Но быть может у нас действительно битый транзистор Поэтому мы возьмем любой другой Из серии из пачки Это вот тоже 210 Цепляем так на коллектор у нас минус На эмиттер у нас плюс Ну с точностью там до плюс-минус То же самое падение напряжения И в прямом направлении Этот транзистор у нас тоже пропускает ток Ну давайте еще один Не буду весь ящик доставать Хотя у меня их конечно не ящик Вот, все то же самое Проводимость Хорошая проводимость в прямом направлении Нашего абсолютно не смещенного транзистора То есть тут нет никаких резисторов смещения В отличие от вот этого транзистора И мы видим, что P210 пропускает через себя ток Без всякого резистора Кремниевый такого не позволит Это коренное отличие Так что запомните Если вдруг при прозвонке Ваши германиевые транзисторы ведут себя Ну как-то, как вам кажется, что непорядочно Вы просто должны вспомнить о том Что вы имеете дело именно с германиевыми транзисторами Так, а я что держу в руках? Кремниевый, да, пардон Именно с германиевыми транзисторами А не с этими вот кремнями И у них есть вот такая особенность И такое отличие Но на этом особенности и отличия не заканчиваются Сейчас увидите Многие удивятся Но некоторые не удивятся Что будет показано И что будем смотреть Как думаете? Вот смотрите Схемы простейшие Элементарные То есть запутаться тут невозможно Итак, у нас через этот транзистор протекает ток Который будет протекать через нагрузку Либо через динамик Либо через трансформатор И при разных напряжениях Этот ток, да, меняется Но как? Вот если мы будем увеличивать напряжение На питании Вот на этой клемме питания Как изменится ток в такой схеме? Если не знаете Обязательно посмотрите то, что я сейчас буду показывать А как изменится ток в этой схеме? А эта схема подчиняется Классическим транзисторным правилам То есть кремниевый транзистор При увеличении напряжения питания Увеличивает ток по смещению То есть все по закону Ома И увеличивает ток через себя Что ж, давайте это проверим И посмотрим, действительно ли это так То есть при увеличении питания Ток через нагрузку и через динамик Будет увеличиваться Поехали Чтобы не перегружать транзистор В качестве нагрузки я взял сопротивление По-моему тут 47 Ом Этого вполне достаточно Средний динамик Среднее сопротивление И подаем напряжение На вот такую схему В 3 Вольта При напряжении в 3 Вольта Ток в цепи Вот в этой цепи Через наш вот этот вот транзистор Со смещением в 10 кОм 2,5 мА Хорошо видно по прибору А если мы дадим больше Дадим 4,5 Вольта Ток вырос Уже зашкалил То есть теперь сделаем всю шкалу прибора 25 мА И будем вот по шагам увеличивать Значит 3 Вольта Это было 2,5 мА 4,5 Вольта Выше Еще идем Увеличиваем напряжение Еще выше И увеличиваем напряжение Еще Еще выше То есть все логично Все подчиняется законам Ома И законам схемотехники Чем больше напряжение Здесь питание Тем больше ток Протекающий через нагрузку А теперь поменяем транзисторы местами Не изменяя параметры схемы Я просто заменил Вот этот кремниевый транзистор Со смещением На германиевый транзистор Без смещения Щупаем Подаем все те же 3 Вольта Так надо Диапазон Сейчас у нас 5 мА Подаем 3 Вольта Я специально подбирал Смещение этого транзистора Так, чтобы при 3 Вольтах Оба этих транзистора Показывали одинаковый ток Но В этом есть смещение В этом нет смещения А вот теперь Начинаем удивляться Я увеличиваю напряжение До 4,5 Вольт Мы видим Ток покоя Через германиевый транзистор Увеличиваем напряжение До 6 Вольт Мы видим Ток покоя Через германиевый транзистор Без смещения Что там дальше? 7,5 вольт и около 9 вольт, ну 8 вольт ток остался прежним То есть если мы будем подходить с точки зрения кремниевых транзисторов к вот этой схеме Мы получим фигу с маслом, то есть теория кремниевых транзисторов здесь нисколько не работает До напряжения определенных, не обязательно 25 вольт, 25 вольт это пределы, указанные в таблицах Мы будем в такой схеме пропускать ток через нагрузку всего лишь, ну вот вы видели, по-моему 2,5 мА Для данного типа транзисторов германевых это реальная характеристика, выполняющаяся для всех Для самых любопытных, у которых обязательно возникнут вопросы, а что будет, если мы возьмем вместо Германии вот такой вот кремниевый транзистор без смещения Также проверим, вдруг у него те же самые волшебные свойства Так, плюс по-моему на коллектор должен идти, на эмиттер минус, да? Вроде бы я правильно говорю Поехали, скачем, то есть вот не смещенный, то есть вот у меня смещенный кремниевый транзистор, это не смещенный 3 вольта, 4,5, 6, 7,5, 8, сколько не буду тыкать, ровно до пределов его пробивания я не получу никакого тока То есть, если мы вот так вот поставим любой, даже мощный вот такой вот кремниевый транзистор, вот таким вот образом, в такую схему То никакого тока через нагрузку не будет, даже с маленьким сигналом С большим, да, большой сигнал заставит работать такой транзистор в качестве ключа, и тогда, конечно, вы спалите что-нибудь здесь Специально записал, чтобы визуально предоставить вам сие действия, которые мы выполнили, уже, как говорится, писанное от руки При напряжении от 0,3 вольта, но тут, наверное, все-таки загон От 1 вольта до 25 вольт мы будем получать вот здесь ток, так, по-моему, рисуется по ГОСТам 2,5 мА во всем диапазоне В данной схеме со смещением кремниевого транзистора Мы будем получать ток 2,5 мА только при питающем напряжении в 3 вольта Меньше ток будет уменьшаться, больше ток будет увеличиваться, причем значительно Вдвое напряжение, вдвое больше ток А теперь я хочу, чтобы вы меня правильно поняли Я нисколько не преуменьшаю значение и прелесть вот этих вот транзисторов Они великолепны и хороши, сегодня мы его послушаем, что этих, что этих С ними удобно работать, потому что они большие, ими удобно баловаться Но особенности германиевых транзисторов знать надо Именно для этого был проведен наш эксперимент, чтобы в этом убедиться Ну а теперь эксперимент со звуком Не будем сравнивать ушами или какими-нибудь спектрографами, какой звук лучше Кому-то нравится кремниевый звук, кому-то нравится германиевый звук, кому-то ближе лампы И честно говоря, я действительно знаю, что любители лампового звука Очень часто стараются делать усилители, либо использовать усилители именно с германиевыми транзисторами Не исключением был один популярный магнитофон Маяк-203, который у меня есть и который я показывал У которого предусилитель, предусилитель сделан именно на германиевых транзисторах И знаете, Маяк-203 именно, по-моему, он киевского производства был такой шикарный На германиевых транзисторах звучал Вот гораздо интересней, чем Маяк, у которого предусилители были сделаны на микросхемах и на кремниевых транзисторах Это может быть только лично мое мнение, но вы можете как-нибудь это взять и доказать У меня смотрят много интересных людей, у которых есть специальные приборы И о лампах я заговорил неспроста Вот в старых роликах, я делал уже ранее ролики об этом замечательном транзисторе Я действительно его сравнивал и по звучанию, и по поведению с лампами И если вы заметили, то этот транзистор может работать на достаточно высоком напряжении С малым током, но при этом на очень высокомную нагрузку Этот транзистор, будучи единым усилителем, как говорится, одномодульным усилителем для наушников Выдавал просто прекрасный звук и очень громкий Чего никогда не сделаешь на кремниевых транзисторах Потому что у них при увеличении, чтобы увеличить громкость, надо увеличить напряжение питания Соответственно, ток через базу и через нагрузку И на самом деле, наследие вот таких схем, оно было у меня не в голове, а именно вот в печатных изданиях Типа вот таких Это схемы как раз там для школьников, школьников или начинающих 40-летних радиолюбителей И здесь нагрузка, хотя и к кремниевому транзистору, это легендарная КТшечка Подключена напрямую высокоомная нагрузка Эти телефоны Тон 2, по-моему, сопротивлением не менее килоома То есть тут вот килоомные наушники 1000 Ом Я нарисовал до 2000 Ом, потому что есть у меня и такие И с такими я тоже проверял вот этот усилитель И кстати, кто смотрел предыдущий ролик, я с помощью трансформатора как раз раскачивал тяжелый динамик, низкоомный И трансформатор мне добавлял именно Омы Вот в такую простую схему То есть давайте, несмотря что тут есть вот этот вот элемент 2,2 килоома И вот этот конденсатор, который улучшает характеристики данного усилителя На самом деле он точно такой же простой То есть в коллекторной цепи от питания от батарей Напрямую через наушники ток идет на коллектор этого транзистора Дальше транзистор воспринимает сигнал и открывается Ну вот эту цепочку, если вы уберете, все равно работать будет С ней, конечно, лучше, с этим резистором еще лучше Потому что этот резистор как раз и делает смещение Вот, а вот этот резистор стабилизирует рабочую точку на базе Ну то есть 2 резистора добавлены, ничего плохого в этом нет И тут ругать ни меня, ни конструкторов этой схемы не надо Мы говорим о том, что в коллекторную цепь включена нагрузка Которая является звукоизлучающей То есть в данном случае телефоны А мы можем сюда ставить динамик И вот если вы сюда поставите, да, это кремниевый транзистор Динамик просто так, вот такой Питание этой схемы тут, по-моему, не указано или указано Да, 9 вольт указано, то есть от кроны питается Вы просадите эту крону через этот транзистор большим током Ну, может не очень большим То есть это будет плохо Здесь рекомендуется ставить Ну то есть вот 33 кОм это само сопротивление регулировочное И динамики, минимум кОм То есть чтобы сюда подключить динамик Надо или искать динамик на кОм, которого не существует Или же поставить, взять звуковой трансформатор Я не знаю, показывал или нет Вместо звукового трансформатора можно использовать старый сетевой трансформатор Который в розеточку включался Даже не разбирая его, звук будет Может не столь хороший, как с вот таким вот трансформатором Но все-таки будет И делать это можно Теперь мне надо, наверное, объяснить Некоторое мое хулиганство по части расстановки динамиков И нагрузок в цепи этих транзисторов Легко убедиться, что в Германию транзисторе Я поставил динамик в коллекторную цепь И вроде бы как классика соединения получилась А вот здесь, несмотря на то, что я поставил резистор смещения в коллекторную цепь как и полагается А вот динамик я разместил в эмитерной цепи Плохо это или хорошо? Сейчас я продемонстрирую, насколько изменяется громкость и качество звука При постановке динамика для такой схемы В эмитерную цепь и в коллекторную цепь И сразу скажу, что на слух, если вы будете повторять мой эксперимент Вы не увидите разницы, куда вы поставите динамик Либо здесь по питанию Либо от плюса батарейки у вас будет ток течь через динамик На вот эту схему Сейчас я схему соберу и мы послушаем и то и другое Сейчас играет усилитель От питающих батарей он получает те самые 3 вольта Благодаря которым у нас ток всего лишь 2,5 миллиампера Вот Здесь у нас есть резистор смещения, потому что кремниевые транзисторы без него не работают Ну и вот так вот звучит динамик, размещенный в нашей схеме вот в этой области В эмитерной цепи То есть вот в данном случае здесь у нас эмитер Как раз на эмитер идет вот желтый провод, это к минусу питания к батареям Белый провод, это подача сигнала Сигнал подается на переход база-эмитер, это классика И конечно низкоомным такой усилитель по входу не назовешь Но нам и не надо, мы используем очень слабые маленькие сигналы Сигнал будет подаваться одинаковый во всех случаях, поэтому вот привыкаем Вот звучит эмитерно расположенный динамик, ну так я хочу его назвать Разместим сейчас динамик в цепь коллектора Теперь динамик размещен в цепи коллектора То есть сейчас на минус у нас напрямую идет с эмитера провод Сигнал подается все так же на базу и на эмитер И вот зелененький провод, это через динамик, он идет от коллектора И на красный провод по плюсу, ну точнее на плюс батареи через прибор Ток все тот же самый, напряжение все то же самое, уровень сигнала тот же самый Ну звук можете оценить сами, да звук есть, в принципе хорошо работающий усилитель Экономичный, для практического использования вполне годится Для чего я показывал именно эту часть ролика и этот эксперимент Ну для того, чтобы потом, когда я буду сравнивать громкость двух вот этих схем Я уже не переключал динамик от коллектора на эмитер в этом случае и наоборот То есть я буду испытывать схему, так нам будет удобнее ее испытывать Когда вот в этой схеме динамик будет стоять в эмитерной цепи Между прочим, с точки зрения классики электротехники, так как динамик обладает сопротивлением У нас такая схема становится более стабильной То есть режим этого транзистора выбран более оптимальным, чем если бы мы ставили динамик в цепь коллектора Это хуже, чем вот такая схема Хотя по части искажений, там гармоник, такая схема наверное не очень хороша Но мы сейчас не рассуждаем о гармониках, мы сейчас рассуждаем о принципиальных отличиях двух этих схем И насколько они по мощности, по громкости звука и по экономичности отличаются Сейчас у нас играет усилитель на кремниевом транзисторе Чтобы мы могли немножечко оценить уровень громкости Для того, чтобы сравнить Сейчас, когда я поменяю транзистор местами, я поставлю на место кремниевого транзистора германевый И вот примерно запоминаете уровень громкости Не знаю, удалась эта фишка или нет Но вот сейчас играет германиевый транзистор То есть вот транзистор со смещением, это у нас кремниевый А сейчас из динамика льется музыка, ну кроме моего голоса Именно германиевый транзистор Тут значит я поменял местами коллектор и эмиттер, потому что обратная проводимость И все так же на эмиттер и на базу подается сигнал Питание те же самые 3 вольта И ток, как я обещал, будет примерно одинаковым То есть в данном случае я считаю, это адекватное сравнение по качеству звука По гармоничности звучания Вот таких двух схем с одинаковым током покоя Эта схема играет сейчас А только что играла вот эта схема Ну и давайте, может получится у меня Еще разок поменяю на кремниевый Потом послушаю на компьютере, действительно получилось или нет Сравнить там уровень громкости Все, сейчас играет кремний Так как данная схема является усилителем по току То легко предположить, что увеличив напряжение питания Мы увеличим ток, соответственно мы перейдем в другую точку смещения И увеличим громкость Да, если мы в этой схеме увеличиваем ток Путем подачи большего напряжения Мы будем увеличивать громкость игры вот этого динамика Что мы сейчас и сделаем Только переключу прибор Это 3 вольта 4,5 6 По-моему 7,5 И 8 Но обратите внимание Сейчас ток 12 мА Ну как-то многовато Ну а громкость можете оценить Думаю у вас напрашивается закономерный вопрос А что будет, если я сейчас поменяю Кремниевый транзистор на германевый И так же буду увеличивать напряжение Давайте попробуем Если вы помните Мы проводили эксперимент Когда вместо динамика стояла пассивная нагрузка В виде вот такого резистора И увеличение напряжения в этой схеме Не приводило к увеличению тока Поэтому сейчас я буду увеличивать напряжение Мы послушаем Насколько изменяется громкость звучания И сделаем свои выводы Сейчас играет усилитель От напряжения всего лишь одной батарейки Пойдем по порядку 3 вольта 4,5 вольта 6 вольт 7,5 И около 9 8 с небольшим Давайте проверим еще раз ток Напряжение 7,8,9 вольт Ток 2,5 мА Звук На мой взгляд звук практически не изменился Но если сравнивать конечно с одним вольтом То да Давайте вот Это 8 Это 1 8 1 Можно сделать вывод Что увеличение напряжения Не играет на мощность И громкость этого усилителя То есть на слух Это практически неопределимо Но если вы помните И читали И понимали мою схему Я здесь рисовал 8 и 2000 Ом Причем 8 это крайняя граница Ниже которой не стоит опускаться Ну нет эффективности такой схемы С низкоомными нагрузками А вот по части Такой схемы То тут можно ставить даже 2 Омные динамики С сопротивлением катушки 2 Ома И в принципе громкость Вот даже будет больше Но Если мы увеличиваем здесь Омическое сопротивление Либо динамика Либо Используем трансформатор Ситуация в корне меняется И давайте сейчас поставим Вместо этого динамика Сопротивление которого По моему 16 Ом было Это оптимальный динамик Для испытания таких схем Но мы будем все еще Его использовать Но добавим трансформатор Добавив трансформатор С сопротивлением большим Чем у этого динамика Но это не идеальное Сопротивление для такой схемы Здесь сопротивление Порядка 230 Ом По моему Или 240 Ом Конечно же Ток уменьшился Этот ток сейчас От одной батарейки Всего лишь И давайте посмотрим Насколько изменился звук Ток у нас сделался меньше Что произошло со звуком Мы слышим звук С хрипотцой При этом стрелочка Начинает уходить влево Это нам говорит о том Что уровень сигнала Сейчас для транзистора Хотя я не изменял уровень сигнала Великоват Для такого питания То есть питание мало А уровень сигнала большой Так случается с любыми усилителями Когда мы их перегружаем по входу Они начинают хрипеть И захлебываться Но что будет Если мы увеличим напряжение Дадим 3 вольта 4,5 6 7 И 8 Я выключил телефончик Потому что хорошо слышно Что звук усилился Стал чище при большем напряжении При малых напряжениях Он хриплый Потому как не хватает В данном случае Этому транзистору питания Чтобы качественно усиливать Такой звук Но как только мы подали 8 вольт Мы нисколько не увеличили Ток питания Обратите внимание Ток питания Остался 2,5 мА И при этом Громко зазвучал динамик С очень хорошим качеством Если у кого-то Из радиолюбителей Сохранились Ламповые трансформаторы Точнее от ламповых Телевизоров И радиоприемников Если найти Звуковую Пятисотку Это трансформатор У которого Одна из обмоток Имеет сопротивление 500 Ом То звук Будет Во-первых Волшебный А во-вторых Очень чистый А в-третьих Экономичность питания Такой схемы Ну крайне-крайне Велика Несмотря на то Что у нас Напряжение питания Всех этих батареек 8-9 вольт Мы потребляем Ток Меньше Чем потребляет Один светодиод От такой же Пачек батареек И при этом Слушаем громкую Красивую музыку Но наверняка У любопытных Возник вопрос А что будет Если мы подсоединим Сюда кремниевый транзистор Хорошо Скажу Мы только что Делали испытание Кремниевого транзистора Который работает Хорошо На низкоумной динамики Да У него Увеличивается ток Увеличивается ток По-моему Ну Больше чем Восемь раз От вот этого Но при этом Звучание Просто на динамик У него будет Такой же громкости Без трансформатора То есть Такая схема В отсутствии Трансформатора Выгоднее Да Выгоднее Но такая схема Выгоднее В случае Высоколомных нагрузок Типа наушники Сейчас Через трансформатор Играет Вот этот вот Простейший усилитель На кремниевом транзисторе Со смещением Вполне Достаточно громкая музыка Достаточно чистая Хорошая И мы Начнем Увеличивать Напряжение При этом Я перевел прибор На диапазон 25 мА Потому что Ток тоже Будет увеличиваться А вы Попробуйте Услышать Насколько Изменяется громкость И пойдем Наверное По порядку Одна батарейка Две Три Четыре Пять Шесть батареек Примерно Восемь вольт И давайте От шести до одной Сразу схожу Так вот быстро Это шесть Это одна Знакомая ситуация Где-то в середине ролика Вы эту ситуацию Наблюдали Как раз Вот с этим транзистором В заключении Я хочу сказать Что и та И другая схема Прекрасно Заменяют схемы Которые публиковались В журналах радио По специальной литературе И справляются С задачами Вот таких Вот двух каскадных Связанных усилителей Всего лишь Вот эти вот Одни транзисторы Один со смещением Другой без Особенностью Обоих усилителей Является то Что они Оба прекрасно Работают В диапазоне Сопротивления Нагрузок 16-32 Ома Но усилитель На германиум Транзисторе Прекрасный И лучше работает На высоколомные наушники А усилитель На кремниум Транзисторе Со смещением Очень хорошо работает На низкоомные динамики На этом все Пока С вами был Дима С Дальнего Востока С города Владивостока Пока ребята